Друзья, я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас выпуск технический, но он больше связан со всякими прикольными штучками, которые мы используем на лодке. А так как ранее в видео уже появлялись эти часы, и меня люди спрашивают, что это и почему именно на них я остановился. Давайте сегодня в этом выпуске я вам расскажу о том, что, зачем и почему. Итак, сегодня мы будем с вами говорить о часах Amazfit Verge. На самом деле в коробке внутри все достаточно просто. Просто вот мы ее открываем. Здесь внутри просто часы, шнурок зарядки и инструкция. Все просто и понятно. Ну, собственно, не о коробке будет идти речь, а непосредственно о часах. Прикольно то, что на руке эти часы практически не чувствуются. Они настолько легкие и ремешок настолько удобно на руке, что в принципе это очень удобно. Тут внутри есть heart rate, то есть это штука, которая меряет частоту сердечного ритма. Заряжаются они очень просто. Вот так вот просто вставляется в кредл. А кредл, юсбшку. Ох, прямо огонь. Класс. В этих часах на самом деле все очень просто. Главное, чтобы в телефоне был включен Bluetooth. Запускается приложение. Вот написано, что часы подключены. Идем просто сюда в connected. И здесь идет полностью вся статистика по часам. Аппликейшены, которые подставлены. Виджеты, которыми пользуешься. То есть здесь просто здоровье, ритм сердечный, разные спорт возможности, телефон. Но об этом всем я покажу уже непосредственно с часов. Так, что мне нравится. Здесь есть разные экраны. Вот, например, сейчас у меня выставлен вот такой экран. Вот Future Technology. Если хочется вот такой, просто нажимается сюда кнопочка. Оп, все, вот такой. То есть не нужно лазить по меню, не нужно там ни в чем рыться. Просто выбирается в телефоне и экранчик становится вот таким вот, какой он, собственно, есть. Мне нравится вот такой вот скин. И прикольно то, что это все делается непосредственно с телефона. То есть там будильник. В будильнике можно здесь все выставить. Не нужно сидеть, ковыряться в самих часах непосредственно. Хотя здесь тачскрин, и это все происходит очень удобно. Но с телефона мне нравится намного больше. Я хотел себе вариант фитнес-браслета. Но в данном случае это полноценная, полноценная часть телефона. И можно с помощью этих часов звонить и общаться. То есть телефон лежит где-нибудь в драйбеге, а часы находятся на руке. И через эти часы можно разговаривать. Там есть микрофон и есть возможность звонить прямо с них и вести коммуникацию прямо с часов. Для меня это супер, потому что телефон у меня не waterproof. И нужно его где-то хранить так, чтобы он был защищен от воды. А с часами здесь все достаточно просто. То есть данные часы являются просто частью телефона. Но ими можно пользоваться самостоятельно. Теперь давайте я покажу то, что для меня важно и почему именно этим я пользуюсь. Если сделать слайд низ, мы попадаем в настройки часов. Здесь же выходит погода, которая качается через интернет. Можно поставить в спящий режим. Авиа режим. Ну, соответственно, они вообще не будут видеть ни телефона, ни сети. Здесь есть статус батареи и статус подключений. Отключение звука. Настройка яркости. То есть можно его сделать там совсем ярче. Кстати, яркость очень хорошая. На солнце светит очень ярко. То есть вот мы его вручную выставили. Так, далее. Собственно, сами часы, что с ними сделать. Рестарт, либо Power Off. Ну и, собственно, переходим в меню настроек. То есть здесь все достаточно просто и понятно. Далее спускаемся сюда и идем непосредственно в приложение. То есть здесь есть Health. Это статистика того, что происходит сейчас. Вот он показал, сколько шагов можно сделать за день. Сердечный ритм. Но он сейчас не на руке, поэтому он не покажет. Спорт мы вернемся. В режимы сна, активность, телефон. Можно вот зайти, попадаешь сразу в настройки телефона. Но у меня телефон находится сейчас в авиарежиме. Поэтому не получится. Но можно позвонить вот по какому-то номеру там. И прямо с телефона, прямо с часов, собственно, поговорить. Так, далее. Далее, музыка. Прямо могут играть непосредственно с часов. Можно сюда закачивать музыку. Ну, можно прямо с телефона. Очень классно. Так, погода. Найти телефон. Алярм. Кстати, мне для яхтинга алярм очень полезная штука. Ну, или стоп-вотч также работает. На 20 минут ставишь таймер. И все. Далее, что мне нравится и что мне нужно. Есть компас. То есть его нужно вот он покрутить. И если в компасе нажать, то он заходит в следующий режим. Longitude, latitude, altitude и давление. То есть давление очень важный параметр для яхтинга. Потому что, как бы, от этого зависит погода. Longitude и latitude. Нужно ему немножко время, чтобы поймать спутник. Сейчас он поймает. Я вам покажу. Вот latitude, longitude. Почему-то у нас altitude минус 12 метров. Но это как бы мелочи. Очень часто эти часы показывают высоту. Исходя из-за спутниковых данных. А так как мы находимся за горами, иногда это не точно. Нужно, чтобы было точное покрытие спутников. И было их видно большое количество. Но давайте вернемся к тому, что здесь есть на экране. То есть, ну, естественно, время и заряд батареи. Кстати, заряда батареи хватает там практически на неделю. Что очень неплохо для таких вот часов. Так, сердечный ритм. Это последний, который был. Количество калорий. Ну и высота перепадов. Количество ступенек, на которые вы поднимаетесь. То есть, ну, сегодня я в этих часах еще не ходил. Поэтому здесь статистика еще прошла. Так, если мы сделаем слайд снизу вверх, мы попадаем в комментарии, там, фейсбука или что угодно. Какие настройки у вас здесь в notification'ах стоят. Но давайте вернемся к той части, которая нас больше интересует. Это, собственно, телеметрия. И то, зачем нам нужны часы на берегу. Кроме как пользоваться телефоном. Так, идем в режим спорта. И здесь выбираем, что у нас тут есть. То есть, run, walk, cycling. То есть, там, хождение внутри помещений. Собственно, в основном это все для тренажерного зала. Очень удобно. Но мы пользуемся... О, есть даже для лыж, для тенниса. Прикольно. Но мне здесь нужны всего два варианта. Это trail run, либо walk. Потому что это, собственно, то, чем я в основном пользуюсь. Ну, идем в приложение. Ему нужно немножко время для того, чтобы поймать GPS. Сигнал. Но я думаю, что эту функцию мы с вами будем испытывать непосредственно на берегу. То есть, я сейчас выйду на берег. И мы пройдемся. Я покажу, как это работает. То есть, для меня это очень удобно. А еще прикольно то, что к вот этим вот часам можно подключить наушники. Они беспроводные. Один раз прописывается в настройках. А потом просто они так вынимаются из коробочки. Втыкается в ухо. И прямо на часах выбирается просто play. И ваши часы передают музыку непосредственно в наушник. То есть, вы можете находиться без телефона. Просто прийти в тренажерный зал. Врубить. И слушать музыку непосредственно с часов. Там, по-моему, памяти не очень много. Там 2 гига. Но я могу ошибиться. Посмотрите сами в описании. Я думаю, в интернете его много. Поэтому MS Fit. Смотрите. Но я пользуюсь. Я включаю музыку. Делаю play. И сейчас вот мы поедем на берег. Как раз я вам проведу небольшой тест. Ну что, запускаем. Сейчас для начала... О! Да я зря нажал. Ему еще нужно время, чтобы найти GPS. Вот сейчас я включил cycling, потому что мы будем ехать на тузике. Ну и он будет показывать нам скорость, hard rate, пройденную дистанцию и время в пути. Ну что, испытаем, а потом пешком. Вот мы сейчас едем. Он показывает скорость, время и расстояние. Ну, в принципе, больше мне ничего из этих данных и не нужно. Идеально. Так, все. Вот он нашел спутник. Говорим go. Ну и все. Идем в кафе. Нужно же знать, сколько калорий сжег, пока шел в ресторан. Ну, вот, собственно, протестировали, погуляли. Момент. И теперь давайте посмотрим, что же за статистика, что же за хронометраж у нас есть на этих часах. Так, тут экраны можно двигать. Короче, здесь можно регулировать громкость, яркость экрана. Можно саму программу поставить на паузу и сохранить, ну, либо полностью сделать ей cancel. Так, что у нас здесь? 1 час 52 минуты я находился в движении. Это с учетом того, что я там и в кафешке сидел, и все. Количество шагов 928, дистанция 1,1 километра. Ну, здесь показывается скорость. Мы на месте находимся. Средняя скорость 0,59, потому что я много сидел. 46 калорий. И вот, собственно, heart rate. Он на протяжении, там, последних 10, там, 20 минут, от 1 до 20. Было 76, потом я, видно, куда-то там в горку шел. То есть здесь видно, вот как, собственно, менялся сердечный ритм. Ну и далее, собственно, карта. Вот можно по этой карте посмотреть, где я нахожусь. Вот этот вот такой плавный изгиб. Это я на тузике приехал на лодку. А вот этот вот прямоугольник, это как раз вот то, как я прошелся пешком, прогулялся. Масштаб карты можно уменьшить. Вот максимальный масштаб, это тот, который он сейчас есть. Ну, вот, собственно, то, как это все работает. А другие программы, в зависимости от необходимости, то есть они работают в зависимости от GPS, либо внутренних акселерометров. Поэтому, друзья мои, вот у вас есть вся информация по этим часам. Соответственно, вооружены знаниями, дальше принимайте решение самостоятельно. Вот, друзья, я вам и рассказал немножко о тех технических новинках, которыми пользуемся непосредственно мы. То есть напоминаю, что сегодня мы рассматривали часы MS Fit Verge. И для себя я выбрал это как такой урбанистический вариант часов, которыми мне удобно пользоваться. Именно на берегу. Я считаю, что для людей очень важно это знание. Чем больше знаешь, тем легче принимать осознанные решения. Ну, вот, собственно, на этих часах мы остановились. А те, кто нас смотрит первый раз, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. А для наших зрителей традиционно следующий четверг и что-то техническое опять будет. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok